Музыка 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 Позволяет достичь высокого уровня производства и вести плодоводство на промышленности да но там понимаете в чем дело ошибка нашей российской науки которая именно промышленная которая занимается промышленным освоением промышленности промышленным производством и Белоруссии и Украины это точно говоря на Украине не новичок это вот эта мировая практика это страшная ошибка если они ходят в бикини это не значит что в Норильске надо в бикини ходить ну ладно в Норильске там его не подходит может примерно но в Саиногорске то есть в моем в этом самом в Москве уже в бикини зимой не походишь они этого понять не могут и смотрите мне просто я сейчас поймете почему вот видите вот это вот сделано 2 дня назад примерно это мои абрикосы вот эта ветка она буквально на земле лежит если бы я делал вот эту мировую практику то этой ветки просто не было без меня была бы страшная рана вот я к чему вот и смотрите я вынужден был быть категоричным причем это настолько все серьезно то что я говорю это настолько важно что вот это даже не привлечение видите пишут по вашему мнению это настоящая дикость ворусы садисты и бессмыслица это еще и преступление вот надо было добавить вот а мировая наука это настолько к нам не подходит я уже вопил 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 да вот ну и ничего пока мне не получилось то есть я сейчас вам один анекдот расскажу только пожалуйста не обижайтесь это особенно женщины помните как когда-то в фильме бабы заткните уши и давай матом вот я вам анекдот короткий и понятный вот я думал долго про рассказывать или нет однажды рассказал в фильме да кто ж ее видел короче так анекдот посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула жизнь прожита зря вот надеюсь что кто то поймет о чем какое имеет отношение анекдот вот к этому вот вот моя жизнь прожита зря почему потому что все что я вам показывал рассказывал дикое страшное отношение к деревьям вот это и есть порнофильм теперь о хорошем так и так значит Елена Александровна Савинич в прошлый вебинар сидела рядом ну что я скажу Елена Александровна ну вообще я получил несколько отзывов замечательно вот великолепно так что поздравляю вас с дебютом я про ваш рассказ вот ну а то что вы видите за ее спиной это и есть то самое мировой опыт вот я примерно у меня сотни ваших фотографий я решил через институт обойти вообще стороны как бы не прибираться это называется вооруженный нейтралитет почему потому что я надеюсь что однажды вы станете сотрудником этого института а сейчас чтобы понять не было до конца я надеюсь во первых что вы смотрите этот вебинар это очень важно вот я вас называю штучным изделием так образно дело в том что когда мы прощались с научным сотрудником не знаю я вот фотографии есть там на фоне этих вишен мы сфотографировались доскобелом с ним сфотографировались вот не стал показывать не стал называть данный напишет мне письмо вряд ли первым я всегда так делаю значит будем сотрудничать вот а пока большая горсть косточек с огромных абрикосов уже поехал в Барнаул но не это главное главное мои слова которые ему сказал при прощании вот я сказал есть два человека Савинич Елена Александровна и Железов Сергей Валерьевич лучше производителя саженца я говорю вот когда вы он представился как научный сотрудник вот когда вы будете директор института академиком когда-то ведь в Лисовенке в институте академик правил бал вот вы примите их штат но с особым условием они работать будут не в вашем этом они будут чистые со штате а так как там все равно вы их прокормить не сможете ни их ни их семьи он конечно тут же закивал головой насчет кормежки ну понятно прокормить не сможете то чистые с вашем штате эти уникальные талантливые молодежь она должна работать в Хакасии в Краснодарском крае в Шушевском районе работать и испытывать новые сорта технологии которые вообще пока еще науке неизвестны вот вот это вот на этом и расстались он конечно грустно улыбнулся но будем надеяться что станет академиком вот это вот приняли фотографию делала вот она же Елена Давинич будучи в командировке как лучшая да как лучшая выпускница она делала в Мичуринске так вот ну уникать не будем вам уже понятно для меня это овечки доли вот я все время пытался понять если у меня вся жизнь это одна сплошная как бы ниточка тянется тянется одно одно к другому вот и получилось очень важнейший разговор потом будет много писем много интересного расскажу но вот это я обязан рассказать просто обязан мы сидим с ней за чаем и вот я говорю ну это там искусственные корни эти самые карликовые деревья это тупик там колонны тупик микроклонирование овечки доли тупик они же все померзли чертовой матери на большей части России причем даже можно не сомневаться в этом вот что дальше и вот что дальше ну в основном работают с яблонями это понятно самый благодатный материал у меня родилась одна идея она у меня огромная претензия к науке в принципе когда мы о Савине что то не простой человек вот с ней даже на равных трудно разговаривать сильно грамотно вот и когда я спокойно сказал что вирусы на растениях уничтожить невозможно она сказала возможно я говорю невозможно она говорит возможно вот я говорю нет она говорит да ну хорошо Елена Александровна допустим вы правы у нас в Сибири а судя по всему сюда еще не дошла вот 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 потому что вот это вот если когда дойдет беда сюда это не просто деревья они ослаблены невероятно они изувечены это калеки совершеннейшие калеки здесь все не так все не то знаете как вот этот сегодня во время встречи в моем саду с этим с научным сотрудником он так удивился что Сергей привает и я вылучшенный каполировку а почему не почкой видите а для меня привык к почкой это уже калека а потому что надо отрезать по двое делать страшную рану корни искусственные чтобы удержать вот такой вот формы дерева это все надо изувечить изувечить и увечить все время ну и я не тянул Елена Александровна по моему вы сказали полтора десятка этих опрыскиваний а тогда чем эти яблоки сделаны в России вот они под вашей рукой отличаются от тех которые мы покупаем в магазине вот а там написано Марокко ну там этикеточки вот Новая Зеландия чем они отличаются Голландия вот отравленная она и есть отравленная а потом это все однажды помрет так что вот это если дойдет то самая страшная вещь у нас в Сибири уничтожены миллионы яблонь а это осталось не замечено у нас все же и люди начнут вымирать вон посмотрите какой пожар у нас уже затянуло Саиногорске я представляю что творится ближе за сотни километров это это даже это не замечают никто не гасит а здесь тем более здесь получилось так что за несколько лет был уничтожен такой ареал яблонь это Минусинская котловина в целом назовем потом пошло в шире то ли к нам пришло то ли от нас пошло вот и пошло уже по Кимбринской области и по Иркутской но там нет таких больших этих количества яблонь а у нас было а мы экспортом занимались экспортом яблок занимались да каких яблок вот сейчас все изменилось сейчас эти узбеки называют свои яблоки сибирскими лишь бы у них купили а сейчас все конкурентов больше нет вирус уничтожил я почему говорю вирус я это отдельная тема наука даже ухом не повела и боюсь что ее науки просто в Сибири больше не существует а если им скажешь они очень удивятся хотя у них тоже сады погибли у ученых вот почему поймите меня правильно итак есть сибирка я буквально пять минут простите это настолько болезненная тема вот буквально пять минут есть сибирка я их обследовал уже не сотни тысячи ни одна не заболела так далее менее всего болеют яблони привитые на сибирку раз и менее всего болеют яблони у которых нет ран а через раны не проникает это мои наблюдения железовое вот потому что может кто-то когда ты правда какой-нибудь академик заглянет на этот вебинар вот и поймет что это еще не шутки это хуже что творится вот через раны не проникает нет и вот но деревья раненые то есть которые подвержены традиционной обрезке они ослаблены просто почему-то когда нам говорят как деревья нуждаются в обрезке те кто-то говорят они просто невеже они не ведут что творят нет они не сволочи они просто тиражируют то что им битва в башку вот а здесь я вам покажу такие примеры но попозже а здесь самый главный момент заключается в том что это явный вирус вот Ирина Александровна мы с вами не успели обсудить эту тему вот сильно короткие приезды свои дела я понимаю свои проблемы но вот где-то посередине ветки раз пятно все ну отрежешь обсмотришь через некоторое время я не про свой сад помните в моем саду не нашли этой штуки этой болезни но я шире гляжу я же испытатель настоящий я вот смотрю может в любом месте появится на дереве но на изувечном то уже точно а так как у нас в нашем ареале огромным сотни тысяч наверное миллионы это вся минусидская котловина яблонь только они были уничтожены за несколько лет вот но они все практически были в начале изувечены вот я к чему говорю вот и я уже знаю примеры из Башкирии а это уже ближе к вам ждите придет она и однажды вы поймете что нужно будет а переходить на сеянцы вот во вторых переходить на нормальное мощное яблони знаете чего будет не совсем удачно дело в том что когда вот такая вот технология как вот на картинке да вот на этой на фотографии они как как калиброванные они достаточно крупные им остается больше сахару вот а когда такой яблони как у меня и яблок с моря и они все разного размера и какое какое горе вот что они не добирают сахаром сильно большой урожай но это уже другой вопрос и вот получается что можно все это одночасье потерять все это десятки лет как наработки это промышленное производство и вот я договариваю и дальше пойдем нормальный разговор пойдет что я хочу договорить до конца это сидим мы бью в лоб и говорю ну правда что это вирусы можно уничтожить получается правда что если это все таки не преувеличение потому что трудно поверить что овечки на что то годятся овечки доли и тут как у нас это делается а это ниже вот что вот эти овечки доли ну нет я остаюсь при сомнении они не жизнеспособны а теперь представим себе что мы на сибирке их посадили а не без вируса и получается и овцы сыты и железу прав и сеянцы получаются и а супер морозостойкие сеянцы а эти вот без вируса на них садим и что мы добиваемся этим второй этап когда нам придется возрождать яблоневые сады это сады уже уничтожены вот вот это будет наше одно из так сказать к вам уважаемые ученые предложение как бы она не стала со мной спорить я бы не догадался что это последний шанс на сибирке садить без вирусные ваши вот эти овечки доли в таком виде они шансов нет будущего нет вот это мой друг у него мы договорились он так же как чернобаев человек не публичный вы к нему не попадете вот ему восемьдесят три или четыре года дай ему бог даже достали это лучше до ста пятидесяти это благодаря саду я считаю в нем в саду растет пять абрикосов три моих два филиппева или наоборот три филиппева два моих это уже никто не знает и не вспомнит но самые маленькие такие вернее средние вот такие вот почему он отличается его сад от моего потому что некому было испортить я потом вам покажу переплелись все деревья и рядом на состоянии нескольких сантиметров плодоносят вот такие абрикосы у меня и в меньше в десять раз по размеру вот то есть опыление шло таким образом что в общем это называется телегония в действии ну боюсь дальше вас термином закидать открыть те ящики вот отдельный ареал с максимально крупными абрикосами вот это я вам хотел сказать Юрий Александрович единственный человек которого я отвезу к нему я уже договорился а это ну сами понимаете у него значит прозвище художник вот это Леонид Дмитриевич Чернобаев это еще один волшебник им не надо кончать университет чтобы стать волшебниками вот видите да а сегодня я вот сегодня по радио я слышал собственными ушами что самое ценное в яблоке для еды это семечко оказывается ну так то и вот сейчас да я бы в жизни не догадался сам вроде да много а вот этого я не додумался ну косточки абрикосов мы с братским едим потому что не хочется заработать лишнюю опухоль да они же обладают противопухолем действия но это абрикосы а это семечки и оказывается они представляют это мол ну как обычно радио уши не заняты слушаю ученые установили что и дальше по тексту семечки обладают гигантской лечебными качествами причем именно яблонь а сколько вы видели у меня яблонь в саду гнила а сколько чернобаев правда не гнает я говорю что это Дмитрий ну куда ты столько яблок деваешь ну ведь съесть невозможно он говорит каждый день по ведру съедаем семьей вот так вот так и получается и то есть ценность яблонь растет и ценность науки вернее долг науки вернуть там яблоневые сады может быть таким путем может быть уже сажая на мои эти самые сибирки безвирусные эти самые овечки доли может быть этот путь вот я все жду когда закончится эта эпидемия она не кончается так вот мне повезло в одном плане я не сомневаюсь практически глядя в чужие сады что тот сад 5 гектар который был заложен выращен и плодоносил кстати вот такие яблоки были вот так вот он был уничтожен ну специально мотоциклы ребята в шлемах вот он был уничтожен так а возможно он сейчас бы тоже бы умер от этих от дело в том что когда я начинал его врачи я увечил как все это однажды я стукнулся по углу и сказал это я сошел с ума и перестал увечить но тогда увечил то есть он бы тоже был был бы мертв вот поэтому а сейчас у меня молодой сад я с ужасом хожу и жду когда начнется когда начнется а вот вот так эмоционально рассказываю ну что есть то есть мы же друзья что вижу в том пою так вот значит это сад дублер так мой сад дублер слово мой не лишнее он практически выращен из моих этих самых черенков вплоть до персиков и на подвоях которые те самые сибирки уссурийские груши вишни сибирские штамповые и сливы китайки вот так вот ну он позволил себе некоторые шалости например он испортил роскошные гои вои роскошные венгерки привив их на ни на сливы как я праве игрacaks и получил еще вкуснее вот это насывается испортил гилизату понимаете Дмитрий что это не знает я тоже не знал а потом У меня глаза были больше вот этих яблок, когда я видел эти чудеса. Кое-какие вы видите, и вы тоже. Смотрите, ну, он и есть, Александр, смотрите. Ой, что он мне написал? Тупиковая ветка эволюции под названием колоновитки. Карлики, полукарлики, палки с отрошенными корнями продолжает развиваться в официальной науке. Тут мы с Александром, единомышленники, мы оба считаем. Тупик. Дальше, смотрите, он вот это все, вот это все, расшифровывает вот эту вот первую фразу. Можете сами почитать, я буквально замолчу на полминуты, почитайте. Это горько, но это все правда. Это все правда. Я, Елена Александровна, вам советую этим не заниматься. Зачем вам советовать, вы сами уже все показывали, знаете. Вы же сибирячка. Вы представляли сибирскую науку там, в Мечоринске. Вот. Вот эту фотографию вы писали. Вот она. Про высохшие колодцы. Про... А это реально, кстати. Аномальные дожди, заморозки. Ай, Суховея, что только нет. Знаете, мне письмо пришлось сказать. Я думал, ну уж Кубань-то, ну куда там же, Сочи я там был. Ну куда лучше там место. А там на рынке все забитое, и опять импортным турецким. Да что же вы-то. Я возмутился. И вот, у меня же сотни этих фильмов. Как Хакас. Все хочу, то и говорю. Что вижу, то и говорю. Приходит ответ. Кто вам это, чего вы взяли, что у нас в Кубани благодать и климат? Да у нас такие суховьи. И дальше это, представляете. А я, оказывается, в раю живу. Вот так. А вот это вот, Ирина Александровна, мне вот эта фотография понравилась. Видите, как она к разговору подошла. Ну кто вас просил найти вот это вот, вот это вот. Вот. Вы ничего, ни слова не сказали. Вы мне просто представили эту фотографию. Мол, если не драк, железу сам поймешь. Так было, нет? Угадал? А? Попробуй прекрати поливать. Все. А у них полметра-то корни. Вот. Ну, здесь выглядит-то, конечно, получше. Но я вам сразу скажу. Я как решил. Я не буду кусать этих самых. Этот, Мичуринский, это самое. Не только потому, что они его встретили, как родной. Вот. Без заносчивости, как вы рассказывали. Вот это вот фотография от Елены Александровны Савельевич, которая была в Мичуринске. Это она увидела на рынке. Я так понимаю, что это все не отравлено. Вот. То есть, есть параллельная наука. Она как бы сова по себе. А есть дачные плоды, дачные сады. Это наша с вами. Наша задача, это научиться выращивать деревья. Второй этап. Делать небольшие питомники. Они прокормят. Следующий. Вот как эту женщину. Ну, согласитесь, красота какая. Ну, я не мог пройти мимо этого снимка. Вот. Небольшие питомники. Они начнут вас кормить. Лучшие саженцы питомники остаются навсегда. И как я Барновольскому гостю сегодня рассказывал, стояли мы посреди питомника. Я вам показал, только у нас время мало было, я показал только две вещи. Я показал питомник яблонки Сергея. Ростом уже под метр прививковой земли. Сто процентная совместимость. То есть, мертвых нет среди них. И я рассказал, что мы берем, он берет, отъезжает на 10 километров в глухую тайгу и берет оттуда по двое. Абсолютно дикие сибирки. Абсолютно. Почему к ним прерываются культурнейшие сорта? Да, потому что культурные сорта прошли несколько поколений, и в них уже сибирка сидит в культурных ветках. И когда мы прививаем на сибирке, гены по двое встречаются с генами привой и говорят, привет, братишка, давно не виделись, заходи. А массовая гибель, прямо при прививках, или массовая гибель первые годы жизни, или при первых морозах, связанная с неполной биологической совместимостью, вот таким сложным путем, наследием ментором, это я ему рассказывал, удалось преодолеть. То есть, теперь не подвой приучаем привою, вот, а привой уже имеет гены подвоя. Вот это одно из моих открытий, называется наследием ментора. Вот, но, еще раз говорю, мы должны начинать с простых дачных садов, расширяться потом. Лучше из лучших остаются на места, становятся матовым садом, а семена и чернки переезжают рядом, через несколько метров, через 20 метров, 50 метров, и так далее. Так, осталось 15 минут. Вот, о, благодарю вас, Ирина Александровна, напоминаю, Ирина Александровна, это Савинич, выпускница Красноярского государственного университета, аграрного университета, благодаря за юмбинар, за то, что зачитали мое письмо, показали фотоакадемика. Вот это последнее, очень важное, очень важное письмо на сегодня. Похоже, мы, наверное, будем проводить минары до тех пор, пока я жив, и пока у Антона Валерьевича Сапрынова хватит сил и нервов, потому что у него своих проблем хватает, я так догадываюсь. Кстати, сад Гектар заложил, посмотрим, чем кончится. Интересно, вроде меня. Так вот, значит, получается так, что я, видите, до середины даже не дошел. Но вот это будет последнее, это очень важное. Итак, читаю теперь сам. Хочу поделиться с вами впечатлениями от поездки в один московский монастырь. Я уже вам прислал ранние фотографии из этого монастыря, в Бебах, не помню. Там есть сад по большей части абрикосовый, ведет его сами, знаете, кто? Кто? Да, там кто, Лариса Андреевна? Кроме абрикоса, там есть персик, два сорта. Один ранний, уже, можно сказать, поспелый, другой поздний мелкий. Абрикоса много, но он болеет паршой, хотя и не все деревья. Уже смотрите, еще раз, как я объяснял гостю этого. Никогда дерево просто так, ни одна, ни одна бактерия, ни одна, вот то, что относится к плесени, там. Что такое плесень, это, так сказать, грибы, по-русски говоря. Так, никогда она не будет есть живую ткань, только больную. Начинаются процессы, частично уничтожение клеток, тут же рядом здоровье, тут же больные. Она начинает жрать больную. И пошел процесс, уже не остановишь. Вот так вот, не считая того, специально подчеркнул одного абрикоса, который полностью в тени, кроме верхушки, вот. И тот дал прекрасные плоды. Ни одного не найдете, ни поршинки. Елена Александровна, подтвердите, ни поршинки. Так вот, сейчас мы подходим к истине. Хотя не все деревья, видимо, есть устойчивые сорта. Нет, сейчас вы видите, есть деревья более искалеченные, менее искалеченные, вот так скажем. К тому же некоторые деревья абрикосы перевиваются, на фото видно. Одни привыкли пошли, другие засохли. Кстати, там же есть один абрикос, который этой весной тоже не проснулся, как в том саду, где я работаю. Помните, было два абрикоса, одно прекрасное дерево от Сергея Железова, с крупными плодами академика, а второе рядом мертвое стояло. Еще видел яблую сибирку, это критическое растение. Что я подчеркнул? В общем, там очень красиво, видно, что монахини возделывают с душой и молитвой. Фото прилагаю, к сожалению, фото мало получилось. Вот это персик, поздравляю, великолепно. Возможно, он не укрытый, возможно, укрытый, история умалчивает. Но, все-таки, Москва есть Москва. Не укрытый, если он не укрытый, это уже сенсация. Вот еще один. Ну, сказать, что лисе здоровое нельзя, но главное, что плоды есть, все прекрасно. Вот. Ну, с абрикосами, хотя урожай, конечно, специфический, похуже, абрикосовое дерево болеет. Почему они болеют? Они изувеченные. Вот посмотрите на плоды. На них садятся грибы. Вот. Ну, это не парша, парша присуща яблоням, грушам. Но, скорее всего, этот вид парши, подвид парши. Мы не специалисты, мы видим, что их есть нельзя. Вот. И мы видим, что дерево изувечено. Внимание. Вот здесь, на вашем снимке, я что увидел? Вот это вот абрикосы явно. Я даже вроде бы плодики разглядел, да? И видно, что он не совсем правильный с точки зрения науки. То есть, его, похоже, никто не калечил. Теперь приглядимся. Вот. Вот обрезка, 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 обрез Вот работает, ну, иметь монахинь в качестве персонала, обслуживающего дальше с любовью, это замечательно. Вот, я так смотрел, смотрел, что мне сказать? Если тут загублена была косточка, значит, обычно через пятьдесят лет дерево умирает. Даже, ну, все-таки обычно как, если это городская черта, монастырь, снега мало, ему сырости меньше, оно какое-то время держится, но рано или поздно, причем оно обычно не так вот, как постепенно, а вот оно все зеленое, а потом раз, и мертвое, все, ни листьев ничего нет. Это один из признаков, что здесь гнидет кальневая шейка. Вторая причина, наслаивается на первое или самостоятельное. Дерево изувечено. Они обычно как? Делают, если бы ветки отсыхали постепенно, то тогда бы их отрезали целиком, это принято, привык на кольцо, оно вообще принято, оно и есть смертельное, но здесь на кольцо не отрезано, они просто все укорочены. Вот это то, что называется, вот делать нечего, сейчас вот пойдем и начнем ветки отрезать. Ну, результат вот он. Спасибо за эту фотографию, это лишний раз говорит о том, что вот это вот слова с любовью, вот они, вот еще раз, видите, вот это живо, но его есть нельзя. И, ну, приглядитесь, у меня глаз набитый, оно изувечено точно так же, как то. Вот зачем-то они эти ветки резали, 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 отрезали, отрезали, да отрезались. Вот. А здесь, вот это вот с любовью, у нас принято с любовью калечить деревья. Они могут как? Монахи ничем не виноваты. Они могут стоять секатором, читать молитву, а любое дерево, это творение Господа, особенно если оно есть, это мы калечим, да, всегда говорю, любое привитое, самое процветающее дерево, которое, как у меня дает, бывает 10-20, и бывало и больше плодов привитое, с виду нормальное, на нем не видно никаких болезней, ничего сумасшедшего рожает, но уже то, что оно привитое, это калека. А оно уже изувечено генетикой. Подвой, привой. Вот, смотрите, оно не хочется опылить, допустим, какой-нибудь сорт плебей, роскошный сорт. Между ними генетическая барьер стоит. Вот. Они несовместимы. А мы берем, зараза, и их совмещаем с силой, то есть делали два среза, как следует, вот, видно меня, нет, мое лицо. Вот так, зверское лицо делаю. Вот все взяли, вот так. Это я учил Елену Александровну. И, эх, это, на грани пари, не как вот вот эта книга, она говорит, на грани пари, да, да, еще узел, и все. Ну куда ты теперь денешься? И смотришь, одни умирают, особенно когда первое поколение, а другие все-таки приживаются. А потом второе поколение, и не с первого на второе, а потом с первого на третье, а со второго на третье, и не со второго на четвертого, а с третьего на четвертого, и тогда случается чудо. Все равно калека. Я это понимаю, хоть я, и меня считают, это самое, это чуть-чуть не волшебником, а это издевательство. А вот когда семечки с косточки, каждое дерево индивидуально, хоть не повторяются никогда. Это вот когда берут секаток и давают под одну гребенку. Вот. В ярусе должно быть три ветки. А их пять, две отрезали. Следующий ярус, три, четыре ветки. А ты, следующий, шесть веток, все равно три. Три ветки отрезали, и он уже больной, на него уже накинулись все эти, вот. И вот это вот могут монахини делать это нехорошее дело. Божье создание, творение, идеальное, которое рассчитано на все случаи жизни. Изувечить с душой, вот как я показываю, вот, и молитвой. Понимаете, что страшно? А ведь их еще кто-то научил, этих монахинь. И в результате получается вот то, что мы видим. Подмерзшие культурные абрикосы отрастили новые гребетки, которые заселили землю вокруг дерева на полтора метра, где они лежат на земле. Выплютли весой, подкладывали что-нибудь, чтобы не лежали на земле. Я в таких случаях говорю, все начинается с холма. Вот, я сейчас не могу показать, но у меня есть десятки фотографий, где мощные деревья с определенного возраста, с пяти-десяти, я уже не говорю про двадцатилетние, они поднимаются над землей. Вот, этим они спасаются от выплевания. Вот, теперь, значит, когда я говорю, что не вздумайте отрезать нижние скелетные ветки, в том числе абрикоса, это в принципе плохо уже потому, что теряется, туда лезут уже грибы, туда лезут бактерии, туда лезет мороз, вот, и вообще сырость, и получается, которая сопутствует грибам, сырость. Вот, получается, что лучше, даже если они застеляются на землю, это лучше, чем их отрезать, вот так я скажу. Лу, это лучше, чем их отрезать, пусть они стелятся. Но, изначально, вообще тоже, садим на холмы, садим на гряды, и тут возникает вопрос, а, на холме-то он быстрее высыхает, он может и не взойти, а еще вот мы не дошли, или в другой раз поговорим, или уже был разговор, когда мне женщина писала, извините, не называю по имени, не помню, что я все-таки применяю промежущество вариантов, горшки, а потом высаживаю, тут хоть какая-то гарантия, тоже верно. Ну, представляете, наш брат, садовод, раз в неделю появляется на даче, среднестатистически, когда он там их, это, за неделю высохнет и так, что не взойдет, а время упущено, потом пытается, чтобы взошли вы там, мая, июня, июля, а не дождетесь. Все, прошло. Такое впечатление, что существует у каждого вида, у каждого сорта свое определенное время всходности. Подгадайте-ка, чуть раньше не взошло, чуть позже не взошло, а так взошло, да еще дружно. Вот, это очень важно, и получается, что я рекомендую садить на холмы, тогда пусть даже то, что стелят землю у вас, они все-таки уже не так бы стелили землю. Но в любом случае, ни в коем случае, как бы это отрезать нельзя. Вот. Собреют, это потом, я всегда говорю, это как бы тоже, а, нижние скелетные ветки, это уже сложилось, это уже стало, вот нижние скелетные ветки все равно отсохнут. Да, они отсыхают, почему? Дерево растет вверх, дерево растет вширь, как бы даже кто его пытается как-то проредить, чтобы солнце шло, все равно наступает момент, когда солнца не хватает для нижних веток. Но как она может, если ни капли на эту, ни один, как это назвали, я так помню, квант солнечного света, ни один квант не попадает на лист, как же он будет развиваться? Да никак. Ветка, листья нет, ветка высыхает. Все. Но это не значит, что ее надо отрезать заранее. А, давайте-ка отрежем ветку живую, потому что она все равно сохнет. Помните, мы разговаривали в Западной Украине, вот как раз об этом. Давайте уничтожим ветки на прекраснейшем персике, только потому что когда-то они, мало того, что они высыхают, они еще оказываются персику уничтожат, если не отрезать. Дичь какая-то. Ну ладно. Значит, дальше вы пишите. Вы при этом весой подкладываете, что они высыхают, чтобы они лежали на земле. Приподнять можно. Почему нет? Это не значит, что перестрают, а когда там сильно их гнут туда-сюда, считая, что больше плодов давать будут. Вот давать должна не ветка, которая растет вертикально, а ее потом, что следующее поколение на ветке, они уже будут горизонтально, они дадут. Никогда не где эти ветки. А здесь наоборот, чтобы не лежали. Приподнимите, ничего особенного. Приподнимите, для действительно те же, вот где вы живете. Может быть там, где каждый год метр снега. Так, подскажите, нужно ли прищипывать однолетние сеянцы и абрикосы, прирост на сегодняшний день почти метр. Подождают расти. Ни за что. Руки побрывают. Я не шучу. Ни за что. Вот. По железу прищипывание опаснейший прием. Вот. Угадали? Получилось. Не угадали, погубили. Вот. Оставьте их в покое. Пусть два метра вырастут. У меня приходило, бывали прививки, приросты два с половиной метра. Ну и что? Пусть себе растут. Еще не хватало вот этого. Хотя бы с целью ограничивать рост, уже не стоит этого делать никогда. Не вмешивайтесь в это дело. Когда растет дерево, у него растут, созревают почки. Стоит только вмешаться, например, прищипывание или обрезка, это одно и то же. То есть ограничили рост, и у него просыпаются почки второго порядка. В этом же не на следующей весну как надо, а в эту же, как правило, не успевает. Они успевают только незаметно для глаз набухнуть и потерять морозостойкость. Впереди зима, им надо спать, а они до самой зимы все пытаются проснуться, потому что дерево, это инстинкт, но он в данном случае играет отрицательную роль. Потому что отрезаете или прищипываете, вот. А новое-то никогда не успеет ни вырасти, ни вызреть. Кто-то бы занялся бы так, как я сделал бы, потому что кто-то бы авторитетный раз навсегда. Вот сто деревьев, вот берем десять, обрезку сделали в мае. Еще десять в июне, еще десять в июле, еще десять в августе, еще десять в сентябре, еще десять в октябре, в ноябре, а дальше же рекомендуют и зимой резать, и осенью. И причем авторитетные источники. А потом прошли годы, пусть на это годы потребуются. И посмотрят на те деревья, которые они тронули, и те, которые резали летом. И вот тогда только дойдет, а пока это кто-то когда-то в девятнадцатом веке или восемнадцатом вякнул, и с тех пор как пошло, и пошло, и пошло. Одно переписывание. А никто же не проверял. А дерево дохлое. Так оно и до... Продолжение следует...